приветствую вас уважаемые трейдеры и партнеры сегодня у нас в гостях успешный трейдер управляющий колоссальной суммы и владелец собственной школы трейдинга new wave денис ковыч денис приветствую вас большое спасибо что смогли на эти время уделить его нам да приветствую вас спасибо за приглашение тоже поделиться частички своего опыта своих знаний каких-то идей на самом деле вопросов накопилось достаточно и первое что хотелось бы узнать скажем так вопрос за тысячу это вопрос про личную жизнь успешного трейдера личная жизнь она всегда находится за какой-то завесой и с твоего позволения сегодня давай попробуем немножко приоткрыть если прямо сейчас в google написать денис ковыч то очень легко можно найти видео которое будет называться форекс семейное дело интервью дениса и ирины ковыч я так понимаю ирина это твоя супруга да да правильно и неужели вот удалось совместить общее увлечение вот будучи супружеской пара как она в принципе относится к финансовым рынкам ну смотрю тем во первых по моему глубокому убеждению трейдер это безусловно человек достаточно одиноки как ни крути и здесь неважно самом деле женат трейдер или неженат это не важно дело в том что то количество времени которое мы проводим перед монитором за анализом графиков за торговлей здесь пожалуй это больше всего от ревнует жена где именно конкретно к моему делу пожалуй название что форекс семейное дело в нашем личном случае она не совсем объективно потому что все таки трейдер в нашей семье исключительно только я и своей супруге изначально когда она пыталась тоже спрашивать у меня как-то а чем там занимаешься с точки зрения интереса то есть как профессионально то есть хотела немножко в этом поучаствовать так назовем вот и я наотрез запретил абсолютно это делать и нет в семье должен быть только один псих это я свою эту роль я никому не отдам поэтому пожалуйста ты оставайся такой какой ты и занимайся своими делами буду помогать именно в твоем деле а что касается вот именно трейдинга инвестиций и подобные финансовые вообще вещей это вот исключительно будет моя прерогатива пускай нервничать должен только один человек второй пускай остается всегда всегда в трезвом уме и у нас в принципе как таковой завесы тайны пожалуй нету то есть у меня личная жизнь я бы не сказал что она прям под каким-то семью печатями потому что мы достаточно активно и часто путешествуем и в инстаграме тоже можно отследить очень легко буквально перри перемещение тоже как она происходит вот и живем мы не в одной стране то есть мы изначально родом с украины причем с одной области даже в днепропетровске родился ира родилась в днепропетровской области в небольшом городке и сейчас тут проживаем на данный момент в батуми то есть тоже в принципе это не самый ближний свет относительно украины и в принципе вот тренинг семейное дело нравится прежде всего тем что это дают свободу то есть это однозначно вот меня всегда тренинг ассоциируется со свободой то есть это не работа я бы не назвал тренинг работы лично для себя для меня это стиль жизни потому что где бы я не был сегодня могу быть в китае завтра могу в таиланде послезавтра обратно возвращаюсь в грузию то все равно постоянного связи с телефона то есть смотрю там как мои ребята торгуют как держать дороге да ну я не могу без этого у меня начинается какая-то вот если я дня три не построю котировки у меня начинается какая-то ломка вот дискомфорт происходит поэтому да ну это это уже именно часть жизни стиль жизни я так понимаю что как ты сказал ты приехал в батуми грузию из украины на батуми а так получилось что взяли там квартиру еще в 2015 году пока там сделали ремонт в общем шестнадцатом году решили как-то провести лето в грузии и поначалу это как было приехали на два месяца в шестнадцатом году пожили посмотрели ну да прикольно интересно в нашей профессии она все-таки не такая уж и просто я бы сказал она адски сложная и когда выходишь на балкон у тебя слева море справа горы это в любом случае как ни крути какая обстановка в на рынке не было это все равно у тебя вызывает какое-то внутреннее состояние внутреннего баланса равновесия и все равно успокаивает в любом случае вот и таким образом потом в семнадцатом году в восемнадцатом году оставались на три месяца четыре месяца потом в итоге с большими пакованами и огромным перевесом уже прилетели и сейчас вот живем с конца мая месяца и в украину то может к родственникам вернемся разве что в конце декабря буквально на месяц и обратно тоже уедем потому что все-таки приятно когда вот на улице скажем лежит например снег это в украине все так вот уже серые мрачные опали листья а выходишь в батуми на улицу солнце светит январь плюс 10 море рядом все зеленое как ни крути эстетическое удовольствие все равно в этом присутствует традиционный вопрос который мы задаем всем почему а маркет что послужило решающим аргументом благодаря которому ты решил что а маркет это твой надежный партнер изначально мне марки посоветовал тоже мой хороший трейдер партнер тоже приятно очень человек и он с а маркетом на порядок дольше естественно и знакомы сотрудничает вот изначально не предлагал вещи говорил типа да ну ладно я уже когда и на цеме торгую то есть у меня есть брокер зачем мне еще один ты попробуй посмотри а там уже решишь то есть тебя в любом случае никто не заставлять трейдеры заставить что-то сделать невозможно вот и ты посмотри а там уже просто примешь свое решение стоит не стоит потому что все-таки у меня есть их так называют свои люди это место там клиенты это друзья то есть многие мои клиенты уже и друзьями стали тоже в гости приезжали естественно часто очень спрашивают а через какой брокера торговать то есть кого ты посоветуешь не могу тоже там советовать неизвестно кого не разобравшись самому то есть прежде всего это будет минус мне потому что с меня спросит совет пошел от меня и так как я выступаю прежде всего как публичное лицо поэтому должен соответственно отвечать собственно своим же именем своей можно сказать головой за качество этого продукта когда он посоветовал я решил просто сам проверить то есть установил терминал посмотрел какие возможности там скажем ввода вывода как они быстро делаются как происходит исполнение ордеров то есть но уделен деск ндд система то есть как как все это функционирует тип счетов и так далее и собственно пришел к выводу что а почему бы и да потому что сейчас к сожалению развелось очень много псевдо брокеров потому что на самом деле получить ту же самую лицензию это не составляет в принципе большого труда а вот предоставить качественные услуги это уже совершенно другой вопрос совершенно другого уровня не вот поэтому естественно я пособирал данные то есть отзывы например те что пишут в инете они далеко не всегда объективно потому что существует большое количество сайтов на которых фрилансе продают свои услуги там напишу отзыв или что что-нибудь там за 5-5 копеек напишут что угодно поэтому я не считаю что это является какой-то объективной информацией объективно информация должна исходить именно из тех трейдеров кто конкретно там с определенным брокером или с определенным не знаю управляющим еще с кем-нибудь сталкивался лично и может свои впечатления после работы уже рассказать то есть человек непосредственно именно с этой сферы тогда да тогда уже это будет объективная инфо и пособирал сведения именно у своих партнеров которыми я лично доверяю то есть не кто-то там не неизвестный непонятный а конкретно люди с которыми я и работаю и доверяю вместе вебинары проводили вот и когда я понял что да действительно есть хорошие возможности для трейдеров здесь быть плюс еще там разные плюхи тоже приятные брокер предоставляет то да почему бы да и после этого да начал рекомендовать негатива никакого не было вот я постоянно на связи тоже со своими ребятами спрашивал как у вас торговля как исполнение ордеров если какие-то проскальзывая реку ты и и и так далее то есть как ведет себя брокер котировки ведут себя именно во время важных новостей там скажем процентная ставка фрс или еще что-нибудь там на нонках и прочее проблем никаких не было поэтому я всем доволен чтобы в этой связи ты мог бы посоветовать другим партнерам которые прямо сейчас задумываются о том чтобы начать зарабатывать вместе с нашей компанией для начала прежде всего это самим пощупать не нельзя советовать продукт не потрогав его лично во всех местах совсем со всех сторон не повертеть нужно начали это пропустить через себя а потом уже когда отлично убедился тогда уже только можно совету естественная ну я никогда не буду советовать что то я считаю любой здравомыслящий человек не будет что-то советовать не попробовав это лично не протестировав на себе когда нам предпрежде всего пропустить через себя посмотреть показать объяснить то есть донести детально в чем конкретно заключается разница там между скажем а марки с и другими брокерами и пускай человек сам принимает решение то есть наш наше дело просто рекомендовать не забираем человека деньги не приносим сюда ну что это такое также дела не делаются нет мы просто вернем что вот я торгую здесь хочешь со мной пожалуйста вот есть есть такой вариант а человек уже если заромыслящий он сам попробует пощупать там заведет небольшой депозит погоняет его сделки немножко посмотрит там вот вывод оп все нормально все хорошо и тогда уже можно переходить в полноценную торговлю денис совсем недавно у себя фейсбуке ты проводил опрос как трейдеры может быть даже некоторые инвесторы относятся к советникам торговым и самый популярный ответ был то что негатив скажем не доверяют им так далее вопрос как сам что они думаешь используешь ли в своей торговле если какой-то советник который может быть стал граалем во-первых слова грая конечно это уже скажем некий метафорический смысл уже в нем заложен на самом деле грая естественно торговли сам прекрасно знаешь его нет и быть не может здесь играли находится вот здесь и все в другом месте он никак не может быть его не автоматизировать касательно моего личного опыта советниками да я пожалуй как и многие другие начинал свой трейдерский путь тоже советников тоже пробовал их разные варианты это были мартингейлы это были анти мартингейлы это были трендовые это были флэтовые в общем проще сказать чего не пробовал наверное но мой опыт я не могу назвать сильно положительным позитивным в этой сфере я пришел к тому что мне лично ручная торговля больше импонирует хотя а я вот знаю например среди моих учеников среди мои клиентов тоже вот есть люди которые достаточно активно используются именно алго трейдинг то есть торговлю советниками но нужно сразу четко понимать одну простую вещь не существует такого советника который бы полностью на автопилоте зарабатывал тебе деньги такого нет это как из серии печатный станок который просто приходишь кнопочку нажал тебе будут выплевывать оттуда деньги нет такого конечно нет и быть не может за любым советниками что я нужно следить нужно отслеживать момент каких-нибудь важных новостей там например тот же самый брексит процентная ставка потому что неизвестно как советник сможет отработать подобные моменты и если это не дай бог будет например тот же мартин гейл то может попасть например как и ситуация когда отвязка евро от франка была думаю всем прекрасно понимаем черных это закончилось да то есть это некие форс-мажорные обстоятельства и но их всегда нужно в риск закладывать поэтому я лично считаю что все-таки голову трейдера его мозги его ум и также что немаловажно интуицию все-таки ни одна алго-система ни один алгоритм это не заменит абсолютно никак поэтому я лично больше это чисто мое субъективное я отношусь именно к трейдерам которые торгуют исключительно вручную без помощи советников скриптов и так далее то есть я чисто за ручной трейдинг но я вовсе не отрицаю алго трейдинг главное чтобы это делать с умом с ограниченными рисками если человек на этом зарабатывает да пожалуйста вот и длительное время находишься уже в грузии на можешь ли ты как нибудь в двух словах охарактеризовать трейдеров из украины трейдеров и из грузии может быть какое-то скажем из той же исходя ментальности особое отношение к трейдингу и возможно даже к такому способу заработка на самом деле да могу и причем не понаслышке потому что у меня есть знакомые трейдеры именно с грузией конкретно есть батуми есть с тбилиси причем люди которые занимаются именно проб трейдингом которые торгуют на цеме которые торгуют на найсе в том числе и разница на самом деле есть то есть первая часть вопроса была касательно общей ментальности безусловно это очень темпераментный народ и именно этот темперамент он трейдинге тоже проявляется в каком плане грузины больше все-таки более азартный я бы сказал потому что все-таки в грузии разрешенный горный бизнес много казино помощь тут 12 сейчас находится только на территории батуми и планируется еще открытие около 30 в ближайшие несколько лет и таким образом азарт он еще больше подстегивается то есть безусловно люди азартные и к рискам относятся легче чем мы поэтому такая разница это точно если то то что вот я лично видел своими глазами об этом могу точно я знаю что ты очень много путешествуешь какую страну хотел бы посетить следующий а следующий очень хочу вьетнам вот мне очень понравилась азия в частности вот именно таиланд просто бомба наверное потому что еще совпало так что в таланде у нас было свадебное путешествие вот и пока находились на пхукете еще плавали 11 островов рядом провинции украби были на пьепьедоне и ближайший архипелаг и таким образом как-то мне в так сказать таиланд вообще походил шикарное место и еда шикарная люди такие как ее называют страна улыбок поэтому как как ни крути идешь и тебе все вот так вот в ответ улыбаются это все равно это приятно в любом случае какое-то внутреннее состояние какой-то перманентной радости можно это называть и поэтому аналогичное впечатление услышал от своих друзей которые посещали вьетнам и очень хочу тоже туда потому что такие природа похожи люди похожи в общем люблю колоритные места ну а что можешь сказать про черногорю природа безусловно здесь красивая хорошая посмотрю еще морское тоже побережье как мне многие знакомые уже рекомендовали посетить места поэтому я уже такой определенный списочек есть куда нужно обязательно съездить бутбокотер это москве как говорится поэтому в эти места обязательно тоже поеду и тогда уже могу как-то объективнее это все оценивать сейчас к сожалению это знаешь как увидеть даже не одну сторону медали а половинку стороны этой медали и рассуждать о всей монете целиком то есть тут чуть сложно в целом впечатление о людях во всяком случае позитивно то есть люди не агрессивные но какие-то все большие это то что первое после грузии бросает глазах грузины как правило невысокого роста такие компактные назовем а здесь я сам себя чувствую компактным как-то аж так вот скукоживаюсь потому что такие на голову и же девушки на полголову и же меня как-то не привык к этому если честно ты знаешь все трейдеры успешные тем более наверное сталкиваются с какой-то периодически полосой черный когда принимают не совсем верные инвестиционные решения когда работают претерпевают просадки и так далее какой их была самой большой неудачей вот в плане трейдинга с твоей стороны и как ты лично работаешь со стрессом который связан возможно с просадками самая большая скажем ошибка я считаю трейдера прежде всего из-за чего происходит вот эта черная полоса из-за чего происходят серии убытков это переторгованность однозначно почему потому что когда трейдер входит в так называемый отрицательный тильт и у него начинается переторгованность он уже перестает бы трейдером он уже становится игроком и poem перестает как таково быть торговлей он превращается в игру и трейдер пытается вот свои неудачи которые неудачные сделки которые были он их пытается компенсировать отбить пытается заходить там где по алгоритму он не должен заходить то есть это уже чисто психологическая фишка отрицательного тильта и естественно это приводит серии убытков у меня например такие моменты были я собственно мои лично сейчас считаю самое слабое место в трейдинге это именно психология это то что конкретно у меня и по большому счету многих трейдеров тоже моменты психологии в том плане что бывает появляется там например две-три убыточные сделки не обязательно потом инструмент может произойти так что вошли скажем в ряд валютных пар и в долларовые и какая-то новость вышла по доллару а все на все сделки были одной направленности и резко идет ведут все сделки против себя если выбивая потом сидишь так вот голову чешешь думаешь блин почему там не закрыл почему это не сделать почему это не сделать появляется некая боязнь уже входа в сделку и в голове мысли а вдруг опять будет то же самое и начинаешь искать моменты чтобы не было такого чтобы как-то это все поменять вот этот момент и есть переторгованность совокупности с отрицательным тильтом и именно этот момент приводит к убыткам у меня такое если бывает то буквально ну раз в год не чаще поначалу когда я только начал заниматься трейдингом я к сожалению совершенно неправильно научили с точки зрения money management к сожалению многие трейдеры недооценивают вообще понятие денежный менеджмент риск-менеджмент недооценивают потому что но я считаю но это тогда не трейдеры это игроки то есть игрокам это не нужно знать трейдерам это нужно знать в первую очередь и как минимум 50 процентов успеха зависит именно от понимаешь неважно где ты вошел неважно даже где ты вышел вопрос том как ты управляешь рисками потому что можно даже при по сути неграмотной торговли но грамотном управлении риском все равно оставаться в плюсе в любом случае поэтому никогда не стоит недооценивать моменты именно управление капиталом и лично что я могу сказать по поводу своего опыта и то как я с этим борюсь я всегда стараюсь отвлекаться то есть однозначно для себя по одну простую вещь если я вижу что начинаю знаешь загоняться и либо бы кто-то из моих партнеров тоже то в торговле вместе со мной мы командой торгуем начинает тоже загоняться я говорю так волк все давай поспокойней пойди погуляй отдохни завтра продолжишь то есть вот этот момент нужно четко рубить его на корню потому что и это как как опухоль который если сразу же не начнешь лечить она начнет паразитировать и на другие ткани тоже точно также трейдинга и переторгованность то есть когда человек начинает загоняться его нужно сразу же рубить пусть отдохнет голова как-то осветлеет и после этого уже только можно спокойно продолжить на светлую трезвую голову уже без каких-то моментов тильта и старых воспоминаний от прошлых трейдов поэтому нужно отвлекаться ну резюмируя то что ты сказал прошу тебя как успешного трейдера подтвердить что убыточные сделки просадки это абсолютно нормальная практика на финансовых рынках и в этом нет ничего критичного ну а как иначе в любом случае трейдинг это прежде всего рисковое занятие то есть мы работаем с риском всегда и поэтому конечно наши убытки они есть они будут у всех не бывает без убыточных трейдеров не бывает никогда не было нет и не будет того что у таких трейдер которые называют себя безубыточным у них как как правило есть всего один стоп размером с его депозит я всегда скептичен к такого рода конечно конечно потому что любой здравомыслящий трейдер понимает что это абсолютно естественный процесс это как ребенок который учится ходить он не может сразу встать и пойти ни разу не упав точно также в трейдинге нужно быть к этому готовым абсолютно что убытки есть убытки будут и это нормальный процесс самое главное чтобы прибыльные позиции они в любом случае перекрывали убыточные серию убыточных позиций это самое важное все остальное уже это как говорится дело техники я видел информацию у тебя в инстаграме даже пост который ты написал следующее что автомобили тебя абсолютно никак не интересует я могу сделать вывод уже о том что ты сказал что ты очень любишь путешествие да это правда но я ни за что не поверю что очень такого человека как ты нет какого-нибудь хобби вот чем ты увлекаешься еще помимо финансовых рынков и путешествий ну во-первых финансовый рынок для меня изначально начинал свое хобби потом стал стилем жизни да но безусловно от этого нужно отвлекаться иначе можно просто с ума сойти это факт я люблю фотографировать чего уж там лукавить фотографироваться и это тоже ну в целом фото мне нравится активное путешествие мне тоже нравится то есть когда ты приезжаешь в новую страну в новый город ты в принципе проживаешь наверное новую жизнь каждый каждый раз потому что это новые впечатления в они в любом случае всегда яркие иногда яркость красок бывает позитивным иногда бывает немножко с негативом ну это в любом случае яркие краски как ни крути и каждый раз проживая эти новые моменты и как бы и заряжаешься по-новому и таким образом проживаешь кусочек новой жизни и потом честно вот мое действительно такое пожалуй сокровенное желание это в старости сидеть у такой на кресле качалки попивать такой чай может что покрепче не знаю какая бы старость вот и чтобы внуки рядом такие сидели и деда деда расскажи как ты там сеуле гуляли ну слушайте ребята то есть ну чтобы можно было действительно что-то рассказать чтобы жизнь не прошла просто мимо а потом оглянулся и понял что сколько возможностей было упущено из-за этой работы вот поэтому мне не хочется быть в итоге стариком преисполненным орде одиночество и поэтому хочется посмотреть пока есть возможность по максимуму поэтому пожалуй до хобби это фотография и путешествие это однозначно дениса ты являешься владельцем школа трейдинга на wave хотелось бы спросить когда вот пришло осознание что а твоего а багажа знаний достаточно чтобы учить других людей и когда возникла вот эта вот потребность делиться этими знаниями я даже хорошо помню это был 2012 год и на тот момент я вообще не собирался никогда никого обучать я не хотела этого изначально мне на протяжении где-то год или даже полутора лет очень многие трейдеры я входил тогда в различные трейдерские чаты они в основном скайпе тогда еще были еще не телеграмма ничего не существовало и в скайпе очень многие тоже там спрашивали делились мнениями разметками входа ну собственно как сейчас это происходит и я показывал своим наработки очень много у меня было тогда математических паттернов сделанных то есть там и фиба паттерны были и разные цен на временные паттерны создавал и вообще много-много другое и просто показывал люди видели что действительно очень хорошая отработка происходила вот и посмотрели мол а как ты это делаешь как ты это это ну я там ду слова кто-то то и вообще мне в личку такое огромное количество людей писала мол типа можешь научить в общем меня честно достали до такой степени что решил что мне проще один раз там выделить месяц показать что и как я делаю и чем вот так вот в личку каждый каждый раз отвечать я так подумал ну в любом случае это потраченное время время деньги как как ни крути поэтому почему я это должен все делать бесплатно бесплатно я давал очень много всего еще и сейчас продолжает тоже очень много материалов давать бесплатно за который даже там другие коучи берут достаточно большие деньги я все это делаю бесплатно потому что по принципу я очень много делюсь потому что свое время мне многого не дали поэтому я стараюсь начинающим трейдерам дать гораздо больше чем дали мне изначально хотя бы на первых порах даже все это бесплатно и когда я показал людям то есть что и как я делаю им настолько это зашло настолько им это понравилось ими начали потом проситься еще 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 я подумал ну ладно если вы так хотите мне как бы несложно я понял что наверное это у меня от мамы она у меня профессор как раз в медакадемии и также преподает я так подумал что а почему бы нет можно и попробовать вдруг понравится и что самое интересное я понял одну простую истину когда ты другим людям доносишь информацию ты ее гораздо лучше узнаешь сам я начал замечать такие тонкости в алгоритмах такие нюансы которые я раньше вообще не замечал и соответственно я обучая кого-то я учился сам вот это действительно так это то что я прочувствовал на личном опыте и поэтому я считаю что благодаря тому что я провожу обучение я сам значительно вырос не просто как преподаватель коуч а именно как трейдер можешь выделить несколько качества которыми должен обладать трейдер стремящийся к успеху тебе честно сказать конечно терпение 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 и еще раз терпение вот я считаю это просто вот наверное это наболевшим о себе потому что вот в порой бывают даже такие реально позиции которые вроде как и непонятно пойдут не пойдут в плюс но ты видишь алгоритм четко понимая что да с большей долей вероятности они могут тебе принести хорошую прибыль но выходишь раньше времени или вообще закрываешь там в ноль или там маленький плюс плюс минус просто потому что не хватило обычного терпения и потом в итоге там через час через два часа через сутки сделка четко идет куда нужно сидишь ты к себе думаешь зачем я лезу реально понимаешь вот это есть момент переторгованности и реально понимаешь что лучше бы я сходил где-нибудь вот по красивой местности погулял чем я сидел перед монитором результат был бы намного лучше поэтому могу еще дать небольшой совет трейдерам находитесь как можно меньше возле монитора и поверьте вам депозит за это скажет спасибо я знаю что когда-то там давно ты работал страховым агентом и очень были очень интересно когда происходит этот переломный момент когда ты решила что все с этим довольна когда ты решил сделать финансовые рынки своим основным источником дохода и полностью себя им посвятить смотри на самом деле у меня перелом момента вообще не было объясню почему дело в том что я ни дня в своей жизни не работал на кого-то то есть я как-то этот момент проскочил очень быстро то есть про я правда действительно говорю что нет ни разу ни одного дня в жизни не работал в офисе я не ходил на наемную работу там не знаю на заводы в ресторан или или еще куда-нибудь именно в качестве работника я всегда как-то был свободолюбивым человеком я на тот момент еще не было тогда 18 лет я еще не знал чем я буду заниматься то есть мне кажется наверное никто в 18 лет точно не знает кем кем он будет тем более изначально должен был быть вообще пластическим хирургом да понятно в чем связь между пластическим хирургом и финансовыми рынками ответ простой вообще ни в чем абсолютно никакой просто так у меня медицинское образование нет или было в планах я скажем закончил медлицей но дальше в медакадемию поступать не стал так как понял что медицина это не мое я конечно родители не были в исторге потому что у меня целое поколение династии все врачи один только я не от мира сего решил на этом династию закончить то скажем дружно достаточно даже врачей хватило теперь надо деньги зарабатывать вот и поэтому просто как одна из возможностей была я не называю это работой абсолютно нет это было скорее подработка то есть страховой агент предлагал услуги страхования накопительное страхование жизни страхование имущества это и так далее можете не могу назвать это серьезные работы именно в моем понимании а тут помоги как у меня это было безусловно если люди которые на этом делают большие деньги уважаемые все да я не говорю что эта работа плохая неты говорю именно мои на тот момент отношения то есть я был достаточно ну так легкомыслен в этом плане и зато благодаря этой работе меня получилась чисто случайная встреча которая пожалуй задала абсолютно другой вектор в моей жизни эта случайная встреча связала меня с человеком который на тот момент я очень хорошо это помню он торговал акциями Макдональдса, IG, Фенни Мэй и Фредди Мак. Я еще таких слов вообще не знал, думаю, что это за матюки какие-то непонятные. О чем он мне вообще говорит? Каким Макдональдсом он торгует? Я понимаю, пойти бургер купить и продать его в другом месте? Ладно, эту торговлю назовем с Макдональдсом. Ну что такое акции, ценные бумаги? Для меня это было сродни, как в фильмах показывают, бумажками бегают, куча психопатов. Вот так вот орут о чем-то непонятно о чем и бумажками кидаются. Все, на этом мои знания о трейдинге заканчивались. И как-то вот начал потихоньку вникать, вникать, пробовать разобраться. И спросил, а есть ли какое-нибудь обучение у нас в городе, в Днепропетровске? Он говорит, да, действительно есть, у меня там знакомый. Он открывает типа курсы, такие совсем базовые, то есть совсем начальные знания. А там уже посмотришь, то есть понравится, да, не понравится. Просто как минимум хотя бы попробуешь, то есть это ничего такого. В этом курсе на тот момент, помню, 100 долларов стоили еще там. Сейчас я уже, конечно, понимаю, что это настолько базовые знания, которые я мог взять любую книжку там, к того же Билли Вильямса или Стива Нисона спокойно ее там прочитать. Я, в принципе, весь этот багаж знаний уже имел. И таким образом увидел, посмотрел, и меня настолько это включило, мне настолько это реально понравилось. А я действительно вдохновился. Мне тогда было как раз 19 лет, мне еще даже 20 лет не стукнуло. То есть я совсем еще юный, молодой был. Уже в 2009 году, в марте, как раз торговал на Найсет. И торговал в основном акциями, которые там копейки стоили. На тот момент это 2009 год, март месяц, акции стоили просто. Ну, сейчас чай стоит, наверное, столько, сколько стоило тогда акции. Мне повезло. Я этого не исключаю и не стесняюсь говорить. Мне реально очень повезло, потому что я попал в самый разгар кризиса. На самое дно. Какую акцию ни купи, она все равно выстрелит. Я допускаю, что одна из историй твоего успеха, того, как ты сделал солидный капитал, это как раз акции AIG. Ты их приобретал по 40 центов, а удалось выйти по 2 доллара. То есть фактически доходность 500%. 2.45 даже, если быть точным. Частичку я закрывал по 2, и по 2.45 еще часть закрыл. Да, это правда. Ну, капитал, конечно, громко сказано, потому что там вложения у меня были изначально, насколько я помню, около 300 долларов, буквально плюс-минус, в среднем, в общем, 300 долларов. А вывел я тогда с них нормально. Получалось, у меня по закрытым позициям уже было больше 3 тысяч. Понимаешь, в глазах вместо зрачков полетели значки долларов. Я так подумал, ага, если сейчас у меня вот такая вот картина получилась, так, если сейчас 10 раз увеличу, ну ладно, в следующий раз через месяц увеличу в 5 раз, потом еще в 5, потом хотя бы в 3, я уже листаю так в инете, думаю, так, хорошо, у нас есть такая яхта, есть такая яхта. О, вот эта недвижимость в Доминикане вообще отличная будет. Это сколько? 6 месяцев? Нормально. Ну, мне кажется, вот такое мышление, оно очень характерно для трейдеров, которые вкусили вот успех. Да, да. И это мышление, с ним просто нужно столкнуться, его нужно пропустить через себя. Конечно, безусловно. И мне тоже было не раз знакомо, поэтому я понимаю, какие эмоции ты развелал в тот момент. Мы все с этого начинали на тот момент. Мы все пришли за одно и то же, мы пришли не за работой, мы пришли за мечтой. И поэтому, когда эта мечта у нас появляется, конечно, мы хотим эту мечту максимально реализовать в очень сжатые сроки. Зачем нам растягивать это на всю жизнь, если мы хотим яхту завтра, дом послезавтра. А если говорить о текущих реалиях, какие активы тебе приносят самый большой доход? Сейчас я уже, начиная с 2015 года, торгую именно на фьючерсной бирже CME Group. То есть я именно специализируюсь на фьючах. То есть, да, я там Форексом не врезгую, естественно. Тем более, те, кто работают непосредственно на фьючах и на Форексе, прекрасно понимают, что анализ, который технически, то есть это работа с уравнями, построение различных зон поддержки сопротивления, формирование зон покупателей-продавцов, эти все вещи нужно сделать только на спотовом рынке. Почему? Потому что при экспирации контрактов мы получаем разницу в форвард-поинт, которая ближе к экспирации начинает уменьшаться, и отрисовка уравней становится абсолютно невозможной именно на фьючах. Хоть ты используешь пролонгированный контракт, хоть ты используешь текущий действующий контракт, а анализировать именно технически его практически невозможно. Поэтому технического анализа, часть анализа я провожу именно в мета-трейдере на Форексе. И часть анализа, скажем, 50% так условно, это анализ объемов, это точные объемы, имеется в виду и кластерный объем, имеется в виду индикаторы у меня есть, бигтрейс, которые для вливания по ленте принтов, агрегированные, либо же дробленные сделки. Это обязательно профильные объемы, опорные объемы по вертикальным объемам. И все это вместе формирует единое ядро. И тогда уже делаю, получается, синтез технической части анализа и объемной части анализа. И вместе их составляю, и получается вот таким образом... Ну, то есть какой-то категории активов, сегмента нету, где вот ты зарабатываешь больше всего? Нет, почему? Это валютные фьючерсы и золото-нефть. Это вот именно то, что я торгую постоянно. Это, ну, скажем, мое. Я к этому привык, я знаю их движение, я привык к разным манипуляциям, шейкаутам и подобным вещам. Именно они, да. А преимущественно это долгосрочный трейдинг? Наоборот, краткосрочный. Я, честно, вот по своему темпераменту, наверное, жизнь в Грузии дает о себе знать. Поэтому по своему темпераменту я больше все-таки краткосрочник. Мне не хватает, действительно, не хватает терпения, этого не скрываю абсолютно, на долгосрочные тренды. Ну, не мое это немного. Я не могу вот так вот сидеть вместе и ждать, когда же эта сделка уже дойдет. Я ее уже 50 раз закрою. И еще 50 раз войду по тренду и буду вот так вот кусочками ее брать. То есть, ну, мне лично так комфортнее. Это мой стиль. Я не говорю, что это хорошо, не говорю, что это плохо. Каждому свое, каждому свой стиль. Ты не только хороший трейдер, но еще и управляющий. Вот в данный момент времени под твоим управлением находится около двух миллионов долларов. Это серьезная сумма. Это серьезное психологическое давление. И ответственность. Более чем, да. Вот как тебе удается справляться с этим прессом? Смотри, я в этот момент, дело в том, что поначалу, когда я только начинал с вами с управляющим трейдером, помню, первый переломный момент был на тот момент 230 или 240 тысяч тогда у меня было. Это суммарная позиция по нескольким инвесторам. И я реально понял, что меня морально давит. Я боюсь как бы не за эти деньги, нет. Я боюсь скорее за некую ответственность перед этими деньгами. Потому что у меня некая такая вот есть гиперответственность, скажем так, которая, к сожалению, мне порой доставляет дискомфорт. Потому что, понимая себе, проще относился, я бы гораздо больше заработал, чем когда я вот так вот дергаю за каждый доллар. И я понял простое решение, что мне нужна команда. Я начал реально создавать команду, делать эту команду именно из своих учеников. То есть я четко тогда понимаю их алгоритм, как они торгуют, что они делают, какая последовательность у них происходит. И, следовательно, я видел всю логику построения цепочки и их мыслей. И, следовательно, я взял эти деньги, разделил вот так вот по частям. Создан мастер-счет. Есть у каждого доступ к этому мастер-счету. Поделена определенная часть. Расписан риск-менеджмент. Люди торгуют. Я сверху наблюдаю, смотрю, чтобы грамотно соблюдали все риски. Понимаешь, я отношусь с тем трейдером, которым не так важна прибыльность. Мне важны риски. Потому что я глубоко убежден, что если грамотно резать риски, то прибыльность у тебя автоматически будет расти. Не нужно гнаться за вот этими мифическими процентами прибыльности. Как можно почитать всякие форумы, где псевдо-трейдеры пишут, у меня там 50%, у меня там 30%. А на следующий месяц, алло, а ты где? Где твои 50%? А куда ты вообще сам делался? Почему ты удалился с форума и не отвечаешь? Вот чтобы подобных моментов не было, нужно всегда очень грамотно к рискам относиться. Я всем ученикам просто беру, вдалбливаю это в голову, что говорю, пока вы не научитесь грамотно сопровождать сделки и свои риски, вы прибыльными трейдерами не станете. Не нужно гнаться. Когда меня спрашивают, а сколько у тебя там процентов прибыльности в месяц? Я говорю, молодой человек, спросите лучше, какой у меня при этом риск. Я вам уже тогда скажу, с каким риском, какой получится приблизительно плюс-минус процент. Потому что все зависит опять-таки от риска. Денис, а как относишься к криптоиндустрии, к криптовалютам? Честно негативно. На данный момент, я считаю, пока еще не создана, во-первых, законодательная база под все эти активы. То есть они все-таки остаются частью теневой экономики, как ни крути. То есть нет еще таких законов, которые бы вывели ее с тени. Тем более в очень многих странах, в том же самом Китае, хотя сейчас вроде ведутся переговоры о снятии запрета, но запрет в любом случае присутствует. Понимаешь, в чем дело? Я считаю, что крипта не может существовать именно свободно на тот момент, пока она никем не регулируется. Сама по себе идея создания крипты, это была децентрализация, это свободный обмен потоками. И для того, чтобы сейчас это вывести на уровень, это должна быть какая-то государственная крипта. То есть если, например, штаты в ФРС выпустят какую-то свою криптовалюту, она не будет вот так вот скакать сегодня плюс-минус 20-30-50 процентов. Ты не захочешь сегодня, например, расплачиваться в ресторане, если у тебя валюта вчера стоила 30 процентов дороже, а сегодня она стоит на 50 процентов дешевле. Ты вряд ли захочешь такие вот колебания, правильно? Вчера ты мог купить себе, например, чай, а сегодня за эти деньги можешь себе купить, например, сочный стейк. А познезавтра за эти деньги ты сможешь купить только разве что чай, то есть сахар к этому чаю, понимаешь? То есть с точки зрения именно платежеспособного инструмента я считаю, что крипта никак не состоялась. А вот именно с точки зрения спекулятивного инструмента, да, состоялась. Поэтому тут надо четко разграничивать, для чего ее используют. Денис, огромное тебе спасибо за сегодняшнюю беседу, за то, что честно ответил на вопросы. Да, всегда пожалуйста. Было очень содержательно. Я уверен, что нашим трейдерам и партнерам все так же понравится, как и мне. Друзья, с нами сегодня был трейдер, управляющий и владелец школы трейдинга New Wave Денис Ковач. Спасибо за приглашение. Надеюсь, что мои советы будут полезны трейдерам, и они не будут допускать тех ошибок, которые допускал я в начале. Всем пока. Спасибо, друзья.